Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня тридцать девятый урок нашего замечательного курса, в котором мы разбираем тексты Торы и тексты молитв с точки зрения понимания языка. И вчера, в субботу, мы читали главу под названием «Эммор», что значит «Скажи». И из этой недельной главы я выбрал двадцать третий параграф, который рассказывает о праздниках, ибо эта тема близкая каждому из нас и с точки зрения грамматики достаточно понятная и интересная, на мой взгляд. Маленькая шутка, известная в еврейском мире. Три главы подряд называются «Ахараймот», «Ходошим» и «Эммор». Если воспринять эти названия подряд как некую фразу, получится что-то вроде «После смерти святые скажи». Исключительно с целью, чтобы он исправился. Но «Ахараймот» после смерти мы должны сказать об этих людях, что они были святые, ибо умерший уже исправиться не может. Это шутка. Я обнаружил, что автор ее – это такой средневековый поэт, составитель многих пиютим по имени Эммануэль Римский. Кстати говоря, если в вашем сидуре есть пиют под названием «Игдаль», который в стихотворной форме пересказывает «13 основ веры Рамбама», знайте, что автор его – это вот тот самый Эммануэль Римский. Эммануэль Римский. Эммануэль Хароми. Так он называется по-еврейски. Так, давайте посмотрим на наш текст. И еще, и еще. На этой неделе с Божьей помощью у нас «Лагба Омер». Ну, в Израиле это будет такой специфичный «Лагба Омер», потому что костры жечь запрещают, и собираться вместе тоже запрещают. Но, тем не менее, праздник остается праздником, несмотря на то, что на Кевер Рашби, на могилу Раби Шимона Бар Йохай, составившего книгу Зохара на горе Мирон, запрещено. Но в этом году все же праздник остается праздником, и суть его будет проявлена, несмотря на наше участие или неучастие в этом. По этому поводу я хотел бы сегодня выделить время и разобрать текст песни, песни Бар Йохай. Песня эта довольно известная, вот, и о ней, я надеюсь, мы в конце нашего сегодняшнего урока поговорим. Так, уважаемые дамы и господа, видно, что видно на экране? Пока что только у вас, только видно. Демонстрация экрана. Так, и мы видим текст Пэрэк Кавгимел, извините, Пэрэк Кавгимел, то есть 23-й параграф книги Вайкра. Так, и начнем его читать. Ну, я выделил желтым те слова, которые, на мой взгляд, не должны представить сложности, но могут быть неузнанными. Вот, а зеленым слова, которые я выписал вам из словаря, словаря, я пользуюсь электронным словарем, ирис, вот, и либо нашел там, либо не нашел. Вот, итак, Вайдабер Адунай Эль Моше Леймор, и сказал Всевышний Моисею, говоря, Дабер Эльбней Саэль, говори сынам Израиля, Вэ Амарта Алей Ээм, и скажи им, Моадей Адунай, вот, это множественное число в Смехуте слова Моэд, Моэд, буквально это означает срок. Бет Моэд Лэ Кольхай, про нас высказано на этот день, это дом срока для всего живого, так называется кладбище. Вообще-то слово Моэд применяется в значении любой срок в еврейском календаре, это может быть и праздник, это может быть и пост, это может быть и какой-то личный срок, например, Йорцайт, годовщина смерти близкого родственника. Но в нашем контексте слово Моэд, это означает прежде всего праздники, праздники, которые перечисляются в нашей недельной главе, перечисляются они и в других местах. Самое известное место, откуда берется текст праздников, это, кто-то мне скажет, я буду рад, если вы будете немножко поактивнее, если я задаю вопрос, и кто-то знает ответ, буду рад его услышать от вас. Самое известное место из Тора, где перечисляются праздники, это глава недельная Пинхас, из главы Пинхас взяты отрывки, которые читают в качестве авторы сами эти праздники. Вот, и этот же текст используется в молитве Муса на эти самые праздники. Но там обо всех праздниках сказано, в общем-то, однотипно, то есть в одном и том же формате. А в нашей недельной главе рассказывается немного иначе. Итак, Моадей Ашем, сроки Всевышнего, Ашер Тикр-У, там, Микра-Эй Кодыш. Которые эти даты, эти сроки, Тикр-У, назовете их, как вы их назовете, Микра-Эй Кодыш. Иногда это выражение переводят как «священное собрание». Вот, иногда, скажем, в том переводе, которым я пользуюсь и который я вам рекомендую, называется это более близко к тексту, но менее понятно, извините, «наречения святые». Вот, вот, вот вам, кстати, вот, дам вам сейчас эту ссылку, поставлю ее в чат. Чат, чат, чат. Где он, чат? Так, почему я не вижу чата? Странно. Так, почему-то я не вижу чата. Так, Натан, ты здесь? Ну, а там, прошу извинения, это здесь? Да. Наверное, отошел. Ну, ладно, чуть попозже я вам тогда немножко расскажу об этом. Вот, видите на экране текст на русском языке, да? Вот, вот, видите «наречения святыми». Ну, если мы посмотрим непосредственно на текст микроэйкодэш от слова «кара». Кара через альф – это значит «называть», «звать», «произносить», а также «призывать», «вызывать», «звать» по имени и так далее. Микроэйкодэш. А можно перевести так «призыв выделиться», «призыв выделиться», «призыв выделиться», «призыв выделиться». Ага. Ну, тогда смысл не очень ясен. Скорее, тогда это будет призывание, которое… Призывание с целью посвятить это время. Ну, вот, когда вы ходите, ну, скажем, вы находитесь в большом количестве людей, в офисе… А можно разговоры оставить до другого времени, вот такого плана? Можно послушаем преподавателя, а потом уже… Ах, нет, ну, непонятно, что такое. Спасибо. Есть же переводы, есть там комментарии. Это можно до другого раза оставить, под все остальные разговоры. Ну, я как раз за то, чтобы обсуждать вот такие моменты, чтобы понятно было, почему вот эти слова означают именно вот это. То есть, когда… Тисто грамматически, вне зависимости от контекста. Из общества человек, группа выделяется для того, чтобы… Нет, здесь выделяется не группа из общества, здесь выделяются какие-то сроки из времени. Из времени года. То есть, сам шаббат. Ну, хорошо, шаббат тоже… К примеру, да, сейчас мы увидим это, да. Эле-эм, вот они, мо-ад-дай, мои сроки, это говорит Всевышний. И первым в перечислении праздников идет, конечно же, шаббат. Шешет-йом-ямим, вот эта форма от слова шеш означает буквально шестерку. Но для смысла мы переведем шесть дней. Те-асе-мелаха. Что такое те-асе, в отличие от слова та-асе, ты будешь делать, да, как, например, в десяти заповедях. Здесь сказано немножко иначе. Те-асе будет делаться. И не в этом месте, но в другом подчеркивает Раши, что если ты будешь соблюдать шаббат как следует, то работа как бы будет делаться сама собой. Меньше труда ты на нее затратишь. Теперь слово мелаха тоже заслуживает того, чтобы мы его немножко объяснили. Есть слово авода, работа. А слово мелаха, в отличие от нее, означает формально те действия, которые евреям запрещены в шаббат. Можно их сформулировать как действия по изменению мира. Можно более конкретно сказать, что здесь имеется в виду 39 авод мелаха и вытекающие из них последствия. То есть определенные действия, которые наши мудрецы выделили и распределили по 39 категориям. То есть те действия, которые, например, в субботу запрещены. Вот шесть дней ты будешь делать эту мелаха, поскольку термина адекватного в русском языке нет. Можно использовать и еврейский термин. Ува, йо, ма, шве, евреи, седьмой. Шаббат. Шаббат. Переведем это как субботу. Как суббота. А вот слово шабатон, которое идет из того же корня, как вы видите. Слово шабатон в современном еврейте означает как бы седьмой год. На самом деле слова шабатон относятся действительно и к году Шмидты. Он тоже так называется. Вот каждый седьмой год, определенные годы, значит, земля должна отдыхать. Отдыхать. То есть земля... Первый день седьмого месяца тоже шабатон. Первый день седьмого месяца? Да, шабатон. Ну, буду рад, если так. Ну, вообще, я знаю еще вот такое значение, которое показывает словарь. Человек, который профессионально занимается преподаванием, для того, чтобы он повышал свою квалификацию, через шесть лет преподавания дается ему шнат шабатон, который он посвящает исключительно самообразованию и повышению своего уровня. Вот. Ну, здесь имеется в виду шабат-шабатон. Иногда это переводится как суббота-суббот. Подчеркивается это. Еще шабатон, слово шабатон, относится к Йом-Кипуру. Именно по причине использования этого слова, да, когда, например, на субботу выпадает пост, да, пост переносится, переносится на другой день, потому что в субботу поститься нельзя. Но если Йом-Кипур выпадает на шабат, то Йом-Кипур соблюдается в шабат. В чем разница в Йом-Кипур? И так мы не делаем никакой мелахи. Но в субботу мы устраиваем три трапезы, а Йом-Кипур – день строжайшего поста, о чем мы с вами дальше, может быть, успеем сегодня прочесть. Так вот, если Йом-Кипур выпадает на шабат, соблюдаются законы Йом-Кипура. Так? Именно потому что называется вот этим словом шабатон. Так? Микро-ходыш – священное собрание. Коль мелаха латасе – всякую мелаху, не делай. Это слово. Мы с вами знаем, что такое. Обратите внимание, что здесь сказано – коль мелаха. Дальше. Шабат – ги. Несмотря на то, что здесь стоит буква Вав, читается это слово как ги, которое такое бывает. Это суббота ла шем богу. Бехоль мо шво тей хем. Это слово и длинное. Оно происходит от ивритского трехбуквенного корня. Корня юд, шин, бет, что означает сидеть. Находиться постоянно. Йошев. Мошвод. Мошавод – это поселение. Буква юд здесь выпала, а буква мем – это префикс, который образует новое слово. Мошава – это место, где живут поселения. То есть, во всех поселениях ваших перевод вот этого выражения. Бехоль мо шво тей хем. Продолжаем. Эле муадей ашем. Микра и кодыш. Вот сроки Всевышнего. Священные собрания. Ашер тикру отам. Бе муадам. Которые вы будете называть праздниками. Сроками. Бехоль шаришон. В месяце первом. Какой месяц у нас имеет номер один. Не тишрей, с которого начинается год, а месяц Ниссан. О чем у нас есть отдельное распоряжение Всевышнего. То есть, здесь месяц Ниссан. Тора не называет эти месяца по названиям. Названия пришли из Ботеля, из Вариландского изгнания. А Тора называет их по номерам, начиная с первого месяца, с месяца Ниссан. Интересно, что первый месяц дается название Авиф. А все остальные... Ниссан, да, Ходеш Авиф, сказано, да. Сейчас мы увидим. Здесь это или не здесь? Собственно, не важно. Да, действительно. Не здесь, нет. Ходеш Авиф, есть мнение, что это месяц весенний или месяц, когда колосятся... Качаются, качаются. Качаются? Да. Ли Авиф, Ли Авиф, это качаются. Ага. Так. Бе Арба Асар, Арба Асар, это 14-е. Ла Ходеш, 14-е числа месяца. Бейн Га Арба Ин, вот это слово, которое обычно переводится в сумерки, буквально означает, вот здесь перевод в межвечерье, с шести часов и далее. Что такое шесть часов? Это астрономический полдень. Это середина времени между восходом Солнца и заходом Солнца, да. И вот с этого времени, ну, Мишна в трактате Сахима более точно это определяет, да. Вот в течение этого времени нужно сделать что? 14-го Ниссана нужно принести пасхальную жертву, которая и называется словом Песах. Вот слово Арба Им созвучно слову Эреев. Какие еще значения имеет этот корень? Некоторые из них будут использованы здесь, и мы это увидим. Эти значения действительно связаны по смыслу, это не случайно. Так вот, что делается в Песах? Слово Песах в Торе означает не праздник, а пасхальную жертву. Всевышнему, нашим. А само слово Песах что означает? Да, верно, слово Песах созвучно слову Песеах, которое тоже в нашей недельной главе чуть раньше, что означает хромой. Объясняется это так, что человек, у которого, допустим, нога, не про нас бы сказано, не разгибается, он как бы подпрыгивает при ходьбе. Так вот слово Песах. Таким образом, да. Таким образом Песах и произошел, когда подпрыгивал. Да, верно, верно, это объясняется в соответствующем месте Хумаша. Значит, слово Песах от слова Пасах, что означает обошел или перепрыгнул, да. Песах Лашем Ува Хамиша Асарьем 15-го дня Лаходеша за этого же месяца Хаг Амацот Праздник называется Хаг Амацот Да, праздник опресноков, праздник Мацы. Лашем. Интересно, что слово Мацот, если не брать огласовки, Митцвот и Мацот пишутся одинаково. Совершенно верно, да. То есть это не просто Мацот, это праздник исполнения повелений. Ну, связано это или нет, я не видел в комментариях, что кто-то обращал на это внимание. И мы, если хотим подчеркнуть, что слово надо читать как Митцвот, мы пишем два вава, как бы показывая, что вав здесь звучит. Вот. Но это действительно так, да. Шиват емим буквально, это значит семерку дней. Мацот то хэлу. Кушайте мацот то хэлу от слова Ахаль. Алиф хафламет. Кушайте, да. Байом гаришон в день первый из этих семи дней. Микрокодыш, священное собрание. Или созыв, да. Игейеллахэм будет у вас. Коль мэлехет авода лотасу. Не делайте никакую, то, что названо здесь, мэлехет авода. Вот это выражение переводится недословно. Иногда, значит, переводят ее как тяжелую работу. Вот в переводе, которым я пользуюсь, написано, никакой работы должной не делайте. Что такое должная работа? Честно говоря, мне это не проясняет. Но в чем отличается, чем отличается выражение коль мэлахат лотасу от выражения коль мэлехет авода лотасу. Здесь это говорится про субботу. Здесь это говорится про праздник. Мы знаем, что отличие запретов праздника от запретов субботы в двух пунктах. Первое, что в субботу не переносят. Ло металтелим. В праздник это разрешается. И второе, что в праздник разрешено готовить охель нефеш, то есть еду на едоков по числу тех, кто садится за стол. Так? Это разрешено в праздник, но не разрешено в шаббат. Поэтому вот и выражение несколько другое. Не делайте никакой мэлехет авода. Перевести до слова... Малаха первый раз. Где используется это слово малаха? Слово малаха? Наверное, в его десяти заповедях, насколько я помню. Нет, это второе главы вырешает. Там написано, что вечный... А, да, конечно, да. Микольмана... Да, да, верно. Я как бы это понимаю слово как собственность. То есть, это его собственность, он сделал эту собственность себе. То есть, все шесть дней это являлось его собственностью. собственность. Собственность это предмет, а работа это действие. есть слово однокоренное, есть слово однокоренное малахим. Понимаете? Малах это буквально работник, посланец, да. Нет, это однокоренное слово, абсолютно. Малах И малахам, да, конечно. Да, однокоренной. Если это собственность женского рода, то малахим – это собственность мужского рода. Тогда не очень понимаешь, что значит собственность женского рода и собственность мужского рода. Да, дело в том, что малаха – это то, что как Адама. Я, честно говоря, не знаю, что это нам даст. Это как если бы мы, например, машиниста и машинистку рассматривали как нечто общее. Это совсем разные люди. Нет, ну это у них однокоренное, значит, понятие одно и то же. Ну, наверное, да. Да, да, однокоренное. А если понятие, что завершил собственность в шесть дней, значит, он завершил именно вот эту собственность. А потом, когда Малахи где появляется? Во сне у Якова. Малахим поднимается в небеса, то есть от земли. То есть внизу это хмалаха, а уже когда они поднимаются, это уже Малахим. Ну, может быть, интересно. Да, это собственность же его, понимаете. И это же Всевышний говорит, для осот это завершать. То есть это фор глагола с завершенной формой, завершенной формой. Для осот это значит не завершай собственность, а вода это делать. То есть это, ну, как написано, не было человек, который бы, да, это действие. То есть не завершенная форма действия. Ну хорошо, а как вы объясните значение термина Малаха именно в Аллахе, когда говорится, что 39, а вот Малаха? Я просто, я понимаю, как это в Торе написано, понимаете. А то, что в Аллахе, это ясно, я знаю, что есть свод этих работ, но они касаются все равно завершенности какой-то, понимаете. Но Малаха это собственность все равно, вы говорите о том, что может не основываться на Торе. То есть я не могу подтвердить вот эти 39 работ, я не могу подтвердить это Торой, понимаете. Ну, честно говоря, не знаю. Хорошо, хорошо. Вы меня не убедили окончательно, но... Я думаю, нет, у меня нет цели убеждать, а предложить. Хорошо, мы не ставим в этом курсе задачи дать, так сказать, всеобъемлющее значение этого слова, но вот показать его связи с другими словами и объяснить на основании этого его значения, это да. Так что отчасти вы мне помогли. Продолжаем, с вашего позволения. Веги кравтем, леха крив, это приближательно в данном случае приносить в жертву, резать в жертву. Ише, несмотря на то, что это слово пишется в точности как иша, женщина, здесь слово это происходит от какого слова? От слова эш, огонь. Ише, это означает огнепалимая жертва. Так у меня переведено, да? Что значит огнепалимая, сжигаемая на огне. Лашем Всевышнему. Шчив ад ямим. Семь дней. Бе-йом ашви-и микра-кодэш. Седьмой день священное собрание. Коль мэлехет авода ло таасу. Всякую работу мэлехет авода. Да, ну, я все-таки не воспользуюсь термином, который предложил Андрей, а объясню вам, что это такое. Не делайте. Итак, мы видим, что скажем, сейчас одну секунду я закончу фразу, что вот в отношении праздника Песох, который мы рассмотрели, вот начиная отсюда и досюда, да, сказано, что сам праздник Моэд длится семь дней, а первый день и седьмой день названы здесь микра-э-кодэш, как мы называем статус первого и седьмого дня Песоха. Ну, здесь описание для земли Израиля. Земля Израиля первый и седьмой день Песох называется как йом-тов, в отличие от хаг. Хаг – это праздник Песох вообще, который… Скажите, у меня вопрос маленький. Сейчас одну секунду закончу. Вот, а первый и последний день имеет статус йом-тов, в который в йом-тов запрещена мэ-ла-ха, то бишь то, что запрещено в субботу, за двумя исключениями, о которых мы уже говорили. То есть разрешено переносить и разрешено готовить на этот день в необходимом количестве. Да, слушаю вас. У меня такой вопрос. Значит, если мы говорим о седьмом дне, то это какой день? Двадцать первого авива или двадцать второго? Ну, если первый день пятнадцатый, то седьмой получается двадцать первые. Там же написано первый день четырнадцатый. Первый? Нет. Про четырнадцатый не написано, что это хага-мацот. Четырнадцатый день? Правильно. Это хага-мацот, но на отчет начинается именно с хага-мацот, с четырнадцатого. Нет. Вот в Ахамиша-асар пятнадцатого дня, лы-хо-де-шазе, хага-мацот. Есть и мацот до двадцать первого. Правильно? С пятнадцатого, вот, в Ахамиша-асар, это первый день, тогда двадцать первого, получается, да, седьмым днём? Шесть дней. Шесть дней. Как раз во второзаконе дворим, там есть шесть дней. С пятнадцатого по двадцать первого. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. У меня это семь дней. С пятнадцатого по двадцать первого, включая, это семь дней. Нет. Не, не по, а там написано до. Там написано до двадцать первого, то есть до вечера двадцать первого. Поэтому там и написано во второзаконе, написано шесть дней. Вот как раз есть расхождение. Там Моше объясняет, что вот этот седьмой день, двадцать первого, он, по сути, является восьмым днём от начала, не Песоха, а Опресноков. Потому что праздник Опресноков начинается на сутки раньше. Ну, возможно. Но мы с вами, смотрите, мы Аллаху всё-таки учим не из текста Хумаша. Просто это очень связано с Суккотом. Там же Суккот тоже есть, Ацера Ташмени. Ну да, сейчас до Ацера Ташмени мы дойдём, правильно. Совершенно верно. Так. Пасук под названием Тет, под номером девять. Это у нас было. Это у нас было. Когда придёшь, того у, придёт темносное число, в землю. Ашер анино тен лахем, которую я даю вам. Ук цартем. Значит, корень здесь куб, цади, ариш, что означает укорачивать, коротить. Это мысль сжинать урожай, срезать колосья. Это кцира. Кцира, обратите внимание, что в слове в букве Гэй стоит точка, что означает это её. Её, кацир, её жатву, жатву этой земли. Ва, га, вей, тем, это омер, решит, кцир, хэм. И принесёте лэгави. Слово омер означает сноп, п на конце. Решит, это начало, кцир, хэм, жатвы вашей. Но омер, омер, это же сноп. Сноп первой жатвы. Нет, это же не сноп. Омер? Да, омер, это же не сноп. А что вы называете омером? Омер, они же собирали ман, а это же когда ман собирали. То есть вы это рассматриваете как меру огнёма? Это ладошка, как бы то, что собрал ладонь, или в две, или может в одну. Но извините, омер, это значительно больше ладони, это несколько литров. Нет, но там же написано, кто-то там по одному омеру собрал. То есть они не снопы их собирали. Сейчас я вам дам интересную ссылку, и вы посмотрите там, что такое омер. Нет, просто когда они собирали ман, они же не собирали колос, они собирали ман в горсти. Я не знаю, может быть там, как вы говорите правильно. Ну, я, честно говоря, не помню, как собирали ман, его собирали, его собирали, я думаю, всё же в какие-то сосуды. Представьте себе, что у вас есть возможность собрать еду на самом день. Ну, почему там омер же написано? Что означает слово омер? Буквально слово омер в словаре даёт нам сноп. Но если они собирали ман, они же не собирали снопы. Значит, слово омер – это ещё и мера объёма. Сколько объём это составляет, сейчас увидим в следующей ссылке, которую я вам дам. А сноп – это объём. Ну, вообще, есть ещё слово олума. Но есть такое, да? Да, да, да. Я хочу объяснить немножко значение слова «сноп» для тех из нас, кто непосредственно жатвой не занимался. Значит, в те времена, как мы увидим в книге Рут, например, да, как собирали колосья, их срезали серпом, тем самым, который вы видели на гербе Советского Союза, да. То есть человек подходил к… шёл по полю, обхватывал, допустим, левой рукой, если он был правшой, некоторое количество колосьев, да, обрезал их снопом, да, затем захватывал ещё колосья и вот так вот их набирал, прижимая к себе, да, колосья при этом вертикально были, правой рукой прижимал он к груди, пока он мог снова набирать ещё колосья. После того, как он это собирал, да, значит, вот это количество колосьев, вот это и называлось сноп, он обвязывал верёвкой вокруг, да, и сноп этот, да, ставил на поле, почему не клал, чтобы его было видно, так, и сноп этот стоял. Очевидно, делая это, он отсчитывал, какое количество снопов он нарезал, срезал на этом поле, да, с тем, чтобы потом, возвращаясь, собрать именно это количество снопов, так. А что происходило, если он либо ошибался в счёте, либо не досчитывался, то сноп забытый, не найденный им, обойдённый, он назывался шихе-ха, что означает «забытая», и земледельцу было запрещено возвращаться, чтобы подобрать этот забытый сноп, вот, а сноп этот должен был принадлежать бенняку. Так, вот я вам рассказал, что означает именно снова слово «сноп». Так, эля коэн, этот сноп надо было привести, принести коэну. Ве гениф, слово ле гениф, показывает нам, минуточку, словарь, поднимать или взмахивать, так. То есть, будем считать, что вот этим снопом коэн должен был вздымать, так сказать, поднимать и опускать его. Ну, Мишна рассматривает это подробнее. То есть, чтобы это было желанно Всевышнему, чтобы он возжелал этот урожай, чтобы он был угоден в его глазах. Вот, ми мохорат, а шаббат, ми мохорат, это значит на следующий день. Тот же корень, что в слове махар. Значит, здесь словом шаббат, как это рассматривает Аллаха, обозначается не суббота, а первый день праздника Песах. По Аллахе мы это знаем. Вот, значит, кто это рассматривал, караим или самолитяне, скорее караим, да? Которые понимали прямой смысл текста, да? Они рассматривали это иначе, но мы знаем, что на какой бы день недели ни пришелся первый день Песах, вот это действие принесения снопа коэну совершалось на второй день Песаха. Вот он корень, так? Он его вздымет, этот коэн, да, этот сноп. И сделаете вы в день вздымания вашего, это омер, что вы сделаете? Вот этот омер, этот сноп, да? Что вы сделаете? А, а, нифхем это омер. Значит, в день вздымания этого омера, что вы сделаете? Кевес, слово кевес, это овца. То есть ягненок годовалый, буквально так. Вот этим словом обозначается то, что по-русски называется всесожжение. То есть пуша животного сжигалась полностью, никакие части от нее не шли в еду, а все полностью возжигалось и буквально ола поднималось ко Всевышнему, поднималось дымом. У минха то, словом минха, которое мы обозначаем предвечернюю молитву, здесь означает подарок. И добровольное приношение буквально при вот этом жертвоприношении ола. Шней эсроним, две десятые, солет. Слово солет, да, здесь означает мука тонкого помола. В современном урите слово солет означает, наоборот, крупу, типа манной крупы. Так, блула, слово блула посмотрим в словаре. Не здесь, извините, вот так. Балюль размешанный имеется в виду, когда сухое вещество взбалтывается, размешивается с жидкостью. Так, это в меньшей степени относится к перемешению, когда перемешиваются две жидкости или два, например, порошка. Так, блула, так, извините, давайте посмотрим здесь. Ба, ше, ва, шемен, в оливковом масле. И ше, ла, шем, то есть всесожжение для Всевышнего. Рэях, ни, хоях. Буквально в прошлое или позапрошлое занятие мы видели это выражение, которое означает приятное благоухание. Ве, низ, ко. И возлияние, я, ин. Слово несах относится к вину. Ну, иногда и к воде, рвиит, агин. Слово рвиит от слова рева, конечно же, четверть. И рвиит, по сути, означает четверть. Вот, а слово гин, это мера, мера объема. Я не нашел этого в словаре, что резонно. Поэтому я дам вам две ссылки. Вот, здесь более правильное выражение, что такое рвиит. Слово рвиит нам важно еще и потому, что это минимальный объем бокала, которым мы делаем кедуш в субботу и который мы должны выпить, значит, любой из четырех бокалов во время пасхального сейдера. Относительно того, как мы сейчас обозначаем рвиит, да, как мы его отмеряем. Есть мнение, что это 87 кубических сантиметров. То есть, если мы возьмем рвиит чистой воды, он будет весить 87 граммов. Есть мнение другое, более строгое, что он представляет собой примерно 120 кубических сантиметров. А вот слово рин здесь мы не найдем, но найдем вот в этой ссылке. В этой ссылке дается другое значение рвииту. Почему такие расхождения? Сейчас я не буду входить в аллогические подробности. Но для тех, кому это важно, рвиит определяется приблизительно вот так, как сказано здесь. По минимуму это 87 кубических сантиметров, но многие стараются брать рвиит по другому, более строгому мнению. То есть, бокал должен вмещать 120 кубических сантиметров, миллилитров. Так, так. Здесь дается значение тому, что такое рин. Так. Смотрим дальше. Уважаемые товарищи, до конца урока осталось 15 минут. У меня тут еще много интересного для вас. Файлы, которые я... Из которых я брал материал на сегодняшний урок, я поставил вам в нашу группу Telegram. И также поставил я файл под названием «Бар Йохай». Это песенка, которую поют в Лагба Омер. У Ашкеназов, по крайней мере, в Лагба Омер. У Сайфарадим я встречал, что эту песню поют и по субботам просто. Саму эту песню, вот, посмотрите. Значит, вы можете послушать вот по этой ссылке, по второй ссылке. Там есть несколько песен. Собственно, есть много, множество исполнений этой песни на разные мелодии. И даже на одну и ту же мелодию, которая, скажем, представлена здесь. Но вот этим товарищам я больше доверяю. Мне нравится, как они поют. И мне кажется, они более точно воспроизводят мелодию. Вот. Полностью комментарии, объясняющие слова. Я думаю, что Андрею будет это весьма интересно. Вы можете посмотреть по первой ссылке. Сейчас я посмотрю. Если я увижу чат. Нет, я снова не вижу чат. Я знаю, что Натан очень занят сегодня. И, может быть, я не смогу его вызвать. Но в любом случае, весь этот файл поставлен вам в Телеграм в нашей группе. А мы с вами посмотрим текст. Текст песни Бар-Люхай. Здесь вот я использовал этот текст для того, чтобы показать вам, как работать со словарем. Но сегодня я вам показывать это не буду. Дело в том, что нам очень поможет, если мы будем знать, о чем вообще в тексте идет речь. И тогда из предлагаемых вариантов перевода мы выберем подходящий. Вот он текст. Давайте посмотрим его и попробуем разобрать. Вот здесь идет у меня в начале разбор первых трех куплетов. И вот здесь идет текст. Бар-Люхай. То есть сын Йохая. Кого так называли? Раби Шимона. Ним-Шахта. Корень здесь. Мэм-Шин-Хэт-Машиях. Это помазанник. Ним-Шахта. Ты был помазан. Аш-Рэха. Тот же корень, что в Аш-Рэ-Яш-Вэ-Вэй-Тэха. Счастлив ты. И так. Помазан ты, счастливый ты. Шэмен-Сасон. Шэмен-Поливковое масло. Сасон-Радости. Маслом-Радости. Мэ-Хавэ-Рэха. От твоих товарищей. От твоих друзей. Ну, как понять всю эту конструкцию? Я оставляю на ваше усмотрение. Напоминаю вам, что это, в общем-то, художественный текст. А не текст, например, аллахический, который мы должны понять однозначно. Тут могут быть и какие-то художественные образы. Итак, бар-Юхай. Шэмен-Шэмен-Мишхат-Кодэш. Масло-Помазание священного. Ним-Шахта. Эти маслом ты был помазан. Ми-Мидат-Акодэш. Что такое Ми-Да? Ми-Да. От... Ну, подскажите мне, что такое Ми-Да? Качество. От качества... Мера за мером. Мера, да. От мер. Ну, Мидот-ТОВОТ. Это хорошее качество характера, например. Но слово Мидай действительно означает еще и единицы измерения. Мидот-размеры. Скажем, трактат Мишны о строении Иерусалимского храма. А так и называется Мидот-размеры. Так? Насата-Циц-Незер-Акодэш. Насата-это ты нес буквально. Ты пронес. Слово Циц означает венец. Слово Незер-это тоже означает венец. Ну, два синонима. Ну, Незер-Назарей это как бы тоже выделено. Незер-Назарей. Посвящение. Может быть, да. Посвященное. А слово Циц используется. Что означает это слово в Торе? Это венец Коэн-Годоль. То есть табличка, на которой написано было Кадош-Лашем. Святыня Всевышнему. Так? Итак, пронес ты венец святости. Хавуш. Хавуш это надетый на голову. Аль-Рошха на голове твоей. Пэ-эр-эха. Украшение тебе. Слово Пэ-эр однокоренное со словом Тиф-эрет. Великолепие, красота. Так? Давайте сделаем вот что. Я могу пока включить. Вот эту ссылку и, значит, из тех песен, которые по ней есть, мы послушаем песню Бар-Ю-Хай. И вот она идет здесь под номером четыре. Пока у меня открывается. Мы... Вот оно. Вот. Первая песенка, значит, из альбома Брестовских хасидов. Это Лаха-Боди. А вот четвертая. Вот она. Бар-Ю-Хай. Давайте послушаем первый куплет. Чтобы не мне вам петь, хватит того, что я вам много чего говорю. Песенка загружается. Пара секунд буквально. Песенка загружается. Песенка загружается. Небыстрый интернет. Мы не слышим. Может, он еще грузится? Нет, он уже идет. Он отчет. Отчет уже идет. Там, может быть, нужно включить звук с компьютера. В этой записи есть два первых куплета и два последних куплета. Ну, первый куплет мы разобрали. Давайте посмотрим второй. Второй куплет. Значит, припев называется пизмон. Куплет называется байт. Байт гаши-ни. Как второй храм звучит. Бар-Ю-Хай. Мошав-тов-яшав-та. Яшав-та. Это ты сидел. Вот он, корень. Здесь тот же корень, но ют выпадает. Что такое мошав? Буквально сидение, нахождение в положении сидя. Или еще слово яшев означает жить, проживать постоянно. Что написано, например, про суккот. Басуккот. Тешву. Будете вы жить. А в пасхальной годе говорится именно, чтобы обосновать, что Яков с сыновьями пришел временно пожить в Египте, подчеркивается это словом лагур. Гур – это жить временно, а ла-шавет или лей-шев – это жить постоянно. Итак, в хорошем месте ты находился. Йом-наста. День, когда ты нас. Слово нас. Янус. Ланус. Да? Означает убежать, скрыться. Йом-ашер-барахта. День, когда ты убежал, скрылся. Здесь вот это слово и это слово – контекстные синонимы. В день до того, как ты. Я понимаю это так. Что в хорошем положении ты был, ты находился, вплоть до дня, когда ты вынужден был скрыться бегством. Бе-ма-арат-цурим ше-амад-та. Ма-ара – это пещера. Цур – это скала, как цур-мишило-ахально в субботней песенке, или как ма-оз цур-йшуати в песне на хануку. В пещере среди скал – ше-амад-та, где ты встал, где ты находился. Шам-канита – там ты купи, ну буквально ты приобрел. Это значит. Год-ха-вагадар-эха. Год – это величие. Гадар – это великолепие. Год-хагадар – это сочетание мы знаем по песенке Эшетха-Иль, которая представляет собой последнюю главу притчей царя Соломона. Год-хагадар – это величие и великолепие. Мы с вами, кстати говоря, если кто-то захочет послушать эту песенку, это знаменитый мотив, тоже бресловский, придуманный бресловским хасидом, вот под номером 8 на той же ссылке. А мы с вами послушаем исполнение второго куплета песенки Бар-Ю-Хай. Год-хагадар – не слышно нам. Год-хагадар – а нам не слышно. Год-хагадар – нам не слышно. Год-хагадар – там нужно включить звук с компьютера, там где демонстрация. Год-хагадар – да, прошу прощения. Год-хагадар – а мне не слышно было. Кто-то что-то мне сказал? Год-хагадар – да, мы не слышим звук. Год-хагадар – там не слышно песенки. Год-хагадар – понятно. Год-хагадар – ну что же, я надеялся, что хоть мелодию будет слышно, да, немножко нечетко. Год-хагадар – ну вот сейчас я посмотрю, может быть я с третьего раза. Год-хагадар – да, посмотрю, у тебя есть функция, там где у тебя есть шер, видим демонстрации экрана, я не знаю на каком языке, там есть функция, которая связана с передачей аудио, когда ты демонстрируешь экран. Год-хагадар – включить звук с компьютера, как-то так она называется. Год-хагадар – ну в любом случае я вам послю эту ссылку, у нас осталось 3 минуты от урока, и вы сами можете послушать. Песенка действительно заслуживающая внимания, и принято ее петь в Лагбаомер, который у нас будет на ближайшие недели. Ну хорошо, не получилось у нас послушать, но мы все-таки 3 минуты используем для того, чтобы посмотреть дальше немножечко текст. Есть еще один интересный текст, который я поставил на прошлой неделе, неделю назад, на рассмотрение на урок. Это книга Рут, Магилат Рут, которую читает Шевот, и я думаю, мы к ней подойдем. Вот в этом файле я выбрал некоторые фразы из 4 глав. Первая глава у меня целиком и полностью здесь идет. Я выделил здесь глаголы, но с точки зрения грамматики было бы интересно их посмотреть, и я надеюсь, перед праздником Шевот мы еще к этой теме вернемся. А вот из второй главы я взял первый пасок, первую фразу, вторую, третью, четвертую, вплоть до шестой. Нет, даже дальше немножечко, вплоть до восьмой. А потом сразу перескочил на двадцать первую. Ну вот так, мне кажется, это интересно, покрывает сюжет. Вот так. Возвращаемся к теме Пизмон Бар-Юхай. Бар-Юхай, третий куплет. Ацей шитим омдим. Что такое эц, дерево. Что такое шитим, акация. Ацей шитим, какие вызывают у нас ассоциации. Что было сделано из ацей шитим? Стены мешкана. Да. Ацей шитим омдим. Вертикальные, стоящие, да. Потому что, как был сделан мешкан из бревен, стоящих вертикально. Так. Здесь сравниваются с вот этими столбами из дерева акации. Кто? Ученики Бар-Юхая. Ли мудей Гашем эм ламдим. То есть учение Всевышнего они изучают. Ор муфла. Тот же корень, что в слове пэле и мифла. Свет чудесный, свет чудный. Ор ха-и-код эм йогдин. Ха-и-код йогдин. Да, это однокоренные слова. Ну, давайте посмотрим. Кажется, я... Просил Борис Гордин, просил... Гордин слиха, слиха, попросил ответить на речь... Громче не слышу, поступил вопрос. Нет, а что, бить как бы никого не надо, зачем? Алло, алло, алло. Я не слышу вас, очень тихо. Вопрос ко мне? Так, к сожалению, не слышу. Так. Вот это вот слово... По-моему, я его выписал, но сейчас я его не вижу. А, впрочем, оно может быть здесь у меня. Да, 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 да. Угу. Так. Ну, вот это вот слово я все-таки постараюсь вам найти. Угу. Угу. Так, 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 так. Сейчас, буквально, минуту. Вот это вот шитим. Так, муфлай. Якод, якод, пламя, огонь. Йокдим – это пламенеть, гореть огнем, да. То есть, священным огнем они горят, они светят, да. Ну, имеется в виду не исчезновение, конечно, а именно свет. Галло, гэма, йоруха, морейха. Так. Вот это вот галло, разве не? Гэма – то же самое, что гэм. Разве они не йоруха, морейха? Не имеется в виду, получили, разве, разве неверно то, что получили они твое учение? И благодаря этому вот они так вот воспламенились. Вот третий куплет песни «Бар Йохай». Ну, еще раз, я надеюсь… Алло, алло, Натан, ты здесь? Не слышу Натана. Так, и я прошу прощения, если я не услышал вопроса, попробуйте… Да, в чате я его тоже не увижу. Ну, попробуйте сейчас еще раз мне сказать, я постараюсь услышать, хотя было очень тихо и нечетко. Кто-то хочет задать вопрос? Андрей, Вера. Натан, я не могу получить чат почему-то. Я выключил чат, это у нас экстренные меры по обеспечению безопасности. Понятно, понятно. Понятно, это вынуждено. Давайте будем продолжать в Телеграме, хорошо? Хорошо, в Телеграме есть у нас группа, в которой вы можете задавать любые вопросы и постараюсь в течение недели на них обратить внимание. Ну вот, с наступающим Лагбаумером. Тогда всем счастливо, пока. С праздником Лагбаумер, всем счастливо и до свидания, пока. Да, всего доброго, пока, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok